Вести Карачаева, Черкесия Президент страны Владимир Путин в режиме видеоконференции обратился к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника» и дал старт году педагогой наставников России. 2023 год объявлен в России годом педагога и наставника. И прежде всего это замечательный повод сказать вам спасибо. Уверен, всех нас объединяют самые искренние чувства благодарности и признательности к своим учителям, которые помогали нам в начале жизненного и профессионального пути. Делились не только знаниями, но и душевной теплотой, гордились нашими победами, из которых, как говорил поэт Андрей Дементьев, и слагается счастье учителя. И, конечно, задача, смысл проведения года педагога и наставника как раз и состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, молодежи нашему будущему. В этом году группа компаний «Доматы» планирует увеличить объем производства баранины на Северном Кавказе до 18 тысяч тонн. По словам руководителя направления «Баранина» группа компании Леонида Ханукаева, к началу следующего года предприятия холдинга в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии намерены нарастить мощность до 25 тысяч тонн мяса в год. Достичь намеченного объема позволяет экосистема поддержки фермерских хозяйств, созданная холдингом. Ожидаемый результат в течение 10 лет объем продукции на сумму 900 миллиардов рублей. В Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году отремонтируют 25 километров автодорог и 5 мостов. В частности, будет отремонтировано около 12 километров региональных автодорог. В этом году в Карачаево-Черкесии стартует капитальный ремонт и строительство 20 объектов здравоохранения. Капитальный ремонт четырех медучреждений, участковая больница в ул. Чигута, поликлиники Хабейской центральной районной больницы, амбулатории в селе Важном и врачебной амбулатории Аула Инжичкун. Взамен ветхих зданий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов будут построены 16 новых объектов первичного звена здравоохранения, оснащенных необходимым современным оборудованием. Вместе с тем, в текущем году распахнут свои двери обновленные здания поликлиники Малокарачаевской центральной районной больницы, а также новые врачебные амбулатории в Преградной и Октябрьском, а также ФАП в Учкулане. В Карачаево-Черкесии в рамках программы капитального ремонта у общего имущества многоквартирных домов выполнен ремонт в 48 многоквартирных домах. В частности, в 10 многоэтажках заменено 33 лифта, в 11 проведен ремонт фасадов, в 7 отремонтированы внутридомовые инженерные системы и в 20 домах проведен ремонт крыш. В текущем году ремонтные работы пройдут в 30 многоквартирных домах Карачаева-Черкесии. В Общественной Палате Республики прошло пленарное заседание по избранию своего представителя в состав Общественной Палаты Российской Федерации. Выборы прошли путем тайного альтернативного голосования членов общественной организации. Всего были выдвинуты два кандидата – председатель Республиканского общественного движения «Русь» Евгений Жидяев, а также директор Северокавказского института филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации Азамат Лисов. В ходе альтернативного голосования с подавляющим большинством голосов членом Общественной Палаты Российской Федерации от нашего региона был избран Азамат Лисов. Представлять Республику в Общественной Палате Российской Федерации – это большая ответственность. Представлять многонациональный, многоконфессиональный народ Карачаева-Черкесии и говорить, во-первых, о возможностях, о колоссальном потенциале, о колоссальном культурном наследии, которое есть у народов нашей Республики. Безусловно, это великая память, великие возможности, которые здесь сосредоточены. И понятно, что вопросы, которые сейчас беспокоят граждан региона, они очень созвучны с теми вопросами и проблемами, которые есть во всех регионах страны. Это и вопросы образования, это вопросы развития промышленности, вопросы развития туризма. Но всеми этими богатствами наша Республика обладает. Поэтому очень важно, чтобы это объединение людей, именно вот такое согласие, которое, на мой взгляд, в Республике удается достигать. И во многом заслуга и граждан, и общественных организаций. И, безусловно, то, что эти запросы слышит правительство региона и старается эти проблемы решать. Поэтому, мне кажется, вот этот формат сработничества, когда общественные институты, общественная палата включаются в решение проблем, поиск решения этих вопросов вместе с органами исполнительной власти, это и есть формат, когда все вместе объединяются для решения вопросов региона и для того, чтобы регион мог развиваться, двигаться вперед. Завершен капитальный ремонт здания школы Аула Саратюз Усть-Жгутинского района, который прошел в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий». В здании общей площадью 1747 квадратных метров заменены и восстановлены строительные конструкции, в частности, отремонтированный фундамент, цоколь и отмостки. Обновлены также кровля, потолки, межэтажные перекрытия и полы, окна и двери, ворота, входные группы и лестницы. Здесь заменили крыльцо и фасад, водопроводные и канализационные сети, а также систему отопления. Полностью проведены электромонтажные работы, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы. Очередной клуб выходного дня региональное министерство образования и науки организовало для 60 активистов российского движения «Школьников и молодежи движения первых» и детей участников специальной военной операции из Абазинского района. Для ребят была подготовлена увлекательная и познавательная туристко-краевическая программа. Ребята с удовольствием участвовали в различных конкурсах и викторинах на знания истории России и своей малой родины. Вакцинация от полиомилита, поддержка детей участников специальной военной операции, конкурсы профмастерства среди педагогов и финансовое поощрение молодых ученых. Эти и другие темы обсуждались в прямом эфире с участием министра образования и науки республики Инны Кравченко, который прошел на базе Центра управления регионом. Разумеется, самым обсуждаемым в последние дни стал вопрос, связанный с туровой вакцинацией от полиомилита. Вот как его прокомментировала министр Инна Кравченко. На сегодняшний день по каждой образовательной организации уже принято решение. Те ребята, которые привились, они остаются в очном формате в образовательной организации. Те ребята, которые на сегодняшний день отказались от прививок, они также могут, если позволяют возможности образовательной организации остаться в стенах образовательной организации. Для них будет специально сформирован класс или зона определенная, выделенная в образовательной организации для проведения образовательного процесса. Что касается дошкольных образовательных организаций, то сегодня в целом по республике проблем для создания условий по присмотру и уходу нет. Потому что очень достаточно просто нам сегодня создать условия в дошкольных образовательных организациях. Есть отдельные групповые ячейки с отдельным входом-выходом, отдельные зоны для приема пищи. Поэтому дети не пересекаются и проблем у нас по детским садам сегодня для разобщения детей дошкольного возраста нет. В Карачаево-Черкесии продолжается кампания по дополнительной иммунизации детей от полиамилита. Пройдет она в два этапа с 27 февраля по 5 марта, а потом с 3 по 9 апреля. И затронет порядка 40 тысяч детишек в возрасте от 3 месяцев до 9 полных лет. Необходимость в ней связана со сложной эпидситуацией на Северном Кавказе. С одной стороны, в СКФО выявлена циркуляция поля вируса. С другой, из-за отказа ряда родителей от плановых прививок снизился уровень коллективного иммунитета к полиамилиту. Священнослужители в один голос напоминают, что безответственное отношение к своему здоровью – это и есть тяжкий грех. Комментирует информацию благочинность Северного Карачаево-Черкесского церковного округа Александр Нартов. Я не являюсь врачом, я не могу быть компетентен, но я знаю одно, и хочу к этому всех призвать. Одной из добродетелей, которую христиане должны во время этих дней попытаться в себе воспитать или попытаться к ней приблизиться, она называется послушание. Мы призваны слушаться Господа Бога, Его заповеди, Его волю. Мы призваны слушаться старших, своих родителей, своих наставников. И, конечно же, в данном случае мы должны слушать компетентных людей. Это врачи, это медицина, которая уже веками занимается проблемами здоровья. И, конечно же, я призвал бы всех, братьев и сестер, всех христиан, слушаться врачей, внимательно относиться к собственному здоровью. И, конечно же, это здоровье не использовать во вред себе и близким, но использовать его во благо. В Республиканском социально-реабилитационном центре «Надежда» и Центре социального обслуживания населения Черкеска открыты пункты оказания психологической помощи участникам специальной военной операции, в которых работают квалифицированные психологи. Центр социального обслуживания расположен по улице Пушкинской, 82, и работает с 8.30 до 17 часов, кроме выходных дней. Пункты оказания психологической помощи открыты также в Карачаевском, Урупском и Зеленчукском районах. Все нуждающиеся в социально-психологической помощи, участники специальной военной операции, члены их семей, а также жители близлежащих республиканской столицы районов могут обратиться непосредственно в городской центр. На площадке исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» прошел круглый стол, участники которого в рамках реализации в регионе нового партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» обсудили проект федерального закона о занятости. Подробности сообщил руководитель регионального исполнительного комитета Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев. «Моя карьера с Единой Россией» – это новый партийный проект, который направлен на выявление новых кадров, на защиту интересов, трудовых интересов, на то, чтобы выявлять тех лидеров общественного мнения, которых можно дальше продвигать и которые готовы строить карьеру вместе с партией. На территории Черкеска в течение прошлой недели в автоматическом режиме было выявлено более 300 нарушений правил парковки и остановки транспортных средств. В профилактической работе по данному направлению сотрудникам госавтоинспекции помогает система «Паркон» – комплекс нового поколения. Доказательственной базой являются две фотографии транспортного средства и зафиксированное время, в течение которого автомобиль находился на данном участке. Запись производится в особом формате, который защищен от возможных попыток вмешательства и корректировки. Полученную информацию система передает в Центр автоматической фиксации административных правонарушений госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии. Свыше 150 км федеральных дорог в трёх регионах Северного Кавказа, в том числе и Карачаево-Черкесии, защитят слоями износа. Об этом рассказала пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. По заказу Фукул-Пордор-Кавказ обновят 9 участков автодорог – 5 на Ставрополе, по 2 в Чечне и Карачаево-Черкесии. Из них в 2023 году восстановят ровность и сцепные качества дорожного покрытия на 116 км, а в 2024 – на 37 км. На автодороге А-155, ведущей к курорту Дамбай в Карачаево-Черкесии, до конца 2024 года защитные слои устроят на 20-километровом маршрутном отрезке Кумыш-Ченгирик. Из них 10 км ведут в этом году. В Карачаево-Черкесии в Доме музея просветителей и художника ислама Крым Шамхалова в эти дни проходит экспозиция, посвященная этому энтузиасту народного просвещения, его семье, друзьям в контексте культурной жизни на рубеже 19-20 веков. В Доме музея можно увидеть поистине уникальные экспонаты, в том числе оригинальные предметы одежды горцев. Об этом рассказала заведующая сектором современной истории Государственного музея-заповедника Ирина Джигутанова. Дом музея просветителя ислама Крым Шамхалова относится к типу мемориально-кровических музеев, расположенных в городе Тиберда. Размещается в здании бывшего гостевого дома карачаевского просветителя, поэта и художника. Выполнен в архитектурном стиле русского модерна. Разделы экспозиции посвящены исламу Крым Шамхалову, культуре и быту карачаевцев, истории курорта Тиберда, истории местного туризма и альпинизма. Художественная коллекция музея включает произведения известных художников. Примечательно то, что в фундах Дома музея Ислама Крым Шамхалова хранится более 6 тысяч экспонатов. Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности зазвучали на национальных языках Карачаевой Черкесии. Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК Карачаева Черкесия. Информацию комментирует заведующий сектором отделения Банка России по Карачаевой Черкесии Индирал Ботова. Как уберечь свои деньги от мошенников, выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и нагайском языках. Перевод аудиолекции «Национальные языки» – это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК Карачаевой Черкесии. 10 марта в Республиканской государственной филармонии Русский театр драмы и комедии представит спектакль «Великолепная семейка». Действие происходит в семье двух почтенных дам, которые живут в старинном особняке. Конечно же, они становятся мишенями не только для своей семьи, но и для всевозможных дельцов, которые рады заполучить такой дом. Режиссер постановки Валентин Бирюков. В эти дни в Карачаево-Черкесии проходит фестиваль музыки и науки «Другой звук». В концертной программе под названием «Азбука музыки» звучат классические шедевры, а побеседовать с молодыми столистами лучших оркестров России, известными учеными, можно в программе завтраков и научных баров. Спикерами программы являются пианистка, музыкальный куратор фестиваля «Другой звук», член жюри международного конкурса «Щелкончик» Анна Цибулева, лауреат международных конкурсов, преподаватель «Альта» в Московской государственной консерватории имени Чайковского Ивана Гафонов, известный научный журналист, основатель и главный редактор журнала «Кот Шрёдингера» Григорий Тарасевич. С 15 марта в Карачаево-Черкесии стартует ежегодная федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь», в ходе которой проводится информирование населения о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, очные онлайн-эколого-просветительские мероприятия по пропаганде и правил пожарной безопасности. С 2018 года акция решает основную задачу – это информирование населения о запрете сжигания сухой травы на землях сельхозназначения, также о других причинах возникновения лесных и иных природных пожаров. Уникальный физкультурно-здоровительный комплекс в Тиберде и четыре спортплощадки появятся в Карачаево-Черкесии в текущем году. Монтаж первого в республике блочно-модульного фока начнется в Тиберде. Его уникальность заключается в том, что это быстровозводимое спортивное сооружение по качеству и сроку эксплуатации не уступает капитальным постройкам. При строительстве используются сэндвич-панели, современный материал для строительства каркасных объектов. Их используют для строительства даже в северных регионах России. Кроме того, в текущем году планируется строительство четырех многофункциональных спортивных площадок в Олах-Саратюзе-Вакожили, поселках в Правокубанском и Заречном. Администрация Черкесская приобрела профессиональный ковер для борьбы. Вот уже несколько дней воспитанники детской спортивной школы номер 6 тренируются на новом татаме. С просьбой обновить так необходимое для вольников спортивное оборудование, к руководителю региона в прямом эфире обратился тренер детско-юношеской спортивной школы Рустам Шевхужев. Четыре золота, три серебра и три бронза завоевали наши спортсмены на прошедшем первенстве Северокавказского федерального округа под Хэквондо среди юниоров до 21 года в Нальчике. Карачаево-Черкесию представили воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва имени Аслана Махова и спортивной школы номер 5 Черкесска. Победителями-призерами стали 10 спортсменов. Теперь им предстоят упорные тренировки для участия в первенстве России, которое пройдет 24 марта в Казани. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в горах местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7-12, в горах местами до плюс 5. В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавин опасность. В Черкесии без существенных осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 11 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!